Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Делит его на 8 частей по числу заданий и карандашом отмечает каждый раз одну часть, если задание выполнено верно. Пожалуйста, наше задание. Если предложение моё истинно, то каким цветом вы будете показывать? А если ложно? Синий. Так, если вы верно выполнили задание, то вы на нашем отрезке отмечаете одну восьмую часть. Всё, поехали. Половина – это одна вторая. Все, кто поднял красный карандаш, верно, отметьте себе. Дальше. Одна четвёртая доля больше, чем одна третья. Поднимайте, пожалуйста, быстрее. Значит, все могут отмечать долю, кроме Тимура. Почему? Объясните Тимуру, почему он ошибся? Потому что одна четвёртая меньше, чем одна третья. А почему она меньше? Она меньше, потому что мы само число делили на меньше четыре. Мы целые делили на большее количество частей. Значит, доля получилась как? Меньше. Дальше. Третья часть часа – это 15 минут. Третья часть часа – это 15 минут. Так. Ну, пока. Конечно, ребят. Третья часть часа – это сколько минут? Два. Два. Так, отмечайте себе. Так. Дальше. Четверть часа – это 15 минут. Четверть часа – это 15 минут. Так. Смотрю. Отмечайте себе. Одна восьмая меньше, чем одна шестая. Так. Отмечайте себе. Так, ребята, все восемь вопросов мною заданы. А теперь давайте посмотрим, насколько вы были успешны. Итак, кто смог собрать целые из восьми частей? Так. Поднимите руку. Так. Хлопните себе три раза. У кого семь восьмых? Два раза хлопнитесь. У кого шесть восьмых? Один раз хлопните себе. Не хватит. Сколько у тебя? Восьмых. Ну, а почему же ты поднимаешь карандаш? Так. Пять восьмых есть? Значит, больше у нас ошибок нет. Хорошо. Спасибо. Следующий прием из данной серии – это формативное оценивание с помощью ламинированных листов. На доске будут появляться геометрические фигуры, на которых одна из долей закрашена. Вы должны будете написать, какая доля закрашена. То есть, должны написать долю на ламинированном листе и показать всем ребятам для оценивания. Понятно? Ну, поехали. Итак, пожалуйста. Покажите всем. Верно. Следующая. Следующая. Поликлеер. Так. Пожалуйста, следующая фигура. Крупно пишите, ребята, чтобы было другим видно. Повернули. Повернули. Оценили. Хорошо. Идем дальше. Следующая. Следующая. Здесь я одновременно поднимаю геодер и показываю. Так. Спасибо. Следующая. Крупнее пищики, пожалуйста, ставлю. Еще. Показали. Хорошо. Те, кто не совершил ни одной ошибки, не нужно вытирать. Какой вывод мы можем сделать? Какой вывод мы можем сделать? Как справились, ребята, сзади? Отлично. Три кладка себе сделаешь. Хорошо. Данный прием позволяет учащимся оценить себя и одноклассников и получить моментальную обратную связь от учителя. Еще один прием, который соединяет в себе разминку, необходимую на каждом уроке, и формативное оценивание. Одна четвертая от шестнадцати наклонов вперед. Итак, сколько раз мы наклонились? Четыре. Хорошо. Одна двадцатая от шестидесяти прыжков. Так. И сколько же одна двадцатая от шестидесяти распрыгалась у нас арбата? Одна двадцатая от шестидесяти... Надо? Надо шестьдесят разделить на двадцать. И сколько же вам нужно? Три. А ты сколько распрыгнула? Так. Одна пятидесятая от ста пятидесяти поворота в сторону. В сторону, ребятки, вот так. Так. И сколько же, Миша, ты раз повернулся? Три. Три. А ты ру? Я три. Три-три. А три сколько? А я три. А почему три? Объясните мне. Одна. Потому что это 150-й и 9-й. Получится? Получится. Хорошо. Одна десятая от шестидесяти поворота в сторону. Одна десятая от двадцати, одна десятая от двадцати наклонов назад. Опа. Сколько раз ты наклонился? Я наклонился два раза. Почему? Потому что 20 разделить на 10 получится 2. Хорошо. Ну и последняя. Одна вторая от десяти. День хлопков вверху. Сколько раз вы себе хлопнули? Не хотели. Это вам. Награду за раз. Немаловажным фактором успешности формативного оценивания является привлечение самих учащихся в этот процесс. Предлагаю вам прием формативного оценивания в парах сменного состава, где учащийся становится не только участниками, но и авторами своего оценивания. Что делать? Так, ребята. Сейчас нам предстоит с вами выполнить пар задания в парах сменного состава. Послушайте внимательно условия. Перед вами листы бумаги. На этом листе вы должны самостоятельно составить выражение по нахождению части от числа. То есть доли числа. Ну, например, приведите мне пример. Любой. Одна восьмая от восьмидесяти. Одна восьмая от восьмидесяти восьмидесят. Да? Еще пример приведите, пожалуйста. Одна восьмидесят от тридцати. От тридцати. Вы смотрите. На одной части листочка вы пишете это выражение. Потом листочек заворачиваете. И на другой части листочка вы пишете ответ к этому выражению. Затем, после того, как у вас эта часть задания будет выполнена, мы с вами пойдем на свободную часть класса и будем искать пару для того, чтобы задать ей наш вопрос. Допустим, моя пара Али Султан. Я задаю вопрос и смотрю на ответ. Если Али Султан выполнил верно, то я ему на его листочек ставлю один знак плюс. Но в ответ я должна ответить на задание Али Султана. Задание понятно? Да. Итак, первый шаг. Что мы делаем, ребята? Первый шаг. Что первый шаг делаем? Первый шаг мы записываем вот сюда. Задание. Второй шаг. Что мы делаем? Мы закидаем листочек. Или на обратной стороне пишем. Или на обратной стороне пишем ответ. Ответ. Перед вами, ребята, желтые листочки. У кого-то оранжевые. Пожалуйста, сделайте задание. Выполните задание. Так. Итак, мы ищем часть от числа. Какая-то оранжевые. Потому что мы делаем на обратной стороне. Да, только часть от числа. Вот. Ну, Диана, что-то мы решаем. Конечно. Часть от числа. Ответ пишет наоборот. Пишет одно выражение. Часть от числа. Ну, а теперь я, ребята, не сказала вам самого главного, что я даю на выполнение этого задания всего три минуты. И за три минуты вы должны собрать как можно больше плюсов. То есть вы должны ответить как можно на большее количество вопросов. И сами успеть их задать. Понятно? Так, все готовы? Да. Все готовы? А теперь, пожалуйста, возьмите свои листочки. Ну, поедите, у нас свободно. Так. Итак, мы, образно, подходим к любому человеку, задаем вопрос. Быстро получи за другого. Получай вопрос. Так. Все, поехали. К любому свободному человеку. Ответ пишет наоборот. 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 все сессии подняли на меня глаза замечательно все уже не играйте сейчас кто получил 1 плюс 2 3 4 5 6 7 8 9 10 максимальное число 8 8 что девочки не только быстро решали но они еще что быстро двигались до умели находить быстро партнера в игре это тоже важно однако все справились с заданием были ли такие кто не смог решить какой-то пример какой я куда вера какой какой тебе дарят у меня была одна пятидесята а пятидесята ты сама ошибка но в принципе выражение решает я тоже ошибся на полу и что а потом скажите пожалуйста кто из вас не совершил ни одной ошибки поднимите хорошо у кого одна ошибка две три четыре нет так давайте хлопнем себе завтра данный прием позволяет за короткое время провести формативное оценивание и получить обратную связь с от одноклассников и учителя одним из важных приемов остается прием самооценивание он позволяет формировать у учащихся объективную самооценку воспитывать самостоятельность и ответственность за свой результат ребята сейчас вы выполните самостоятельное задание самопроверку вначале вы получаете лист на котором дано задание затем после того как вы выполните задание на этом листе вы получите лист на котором это задание выполнено верно сравнивая свой лист и лист ответов вы сможете оценить себя я COVID-1 Помните, ребята, что доля должна быть между собой одинаковая и одинаковая, поэтому надо честить и обращать на это внимание. Продолжение следует... Время на выполнение задачи закончилось. Осталось время проверки. Сейчас вы больше ничего не доделываете. Те задания, которые вы выполнили, проверяйте только эти задания. Ну а теперь давайте, ребята, посмотрим, как вы себя акцентурили. Итак, пожалуйста, девять заданий. Поднимите руки, кто успел выполнить за отведенное время все девять заданий. Хорошо, опустите. Мы оцениваем только один задание, которое вы выполнили. Итак, пожалуйста, назовите свои результаты. Я получил вообще девять из девяти баллов. Девять из девяти. Хорошо. Восемь из девяти. Восемь из девяти. Мы говорим восемь из девяти. Правильно, верно. Девять из девяти. Верх, верно. Так. Восемь из полуцин. Достаточно, верно. А теперь я хочу, чтобы вы подняли руки, кто доволен своими результатами. Доволен. Поднимите, пожалуйста, руки, кто считает, что мог бы лучше. Так. Хорошо. Поднимите руки, кто не доволен своими результатами. Так. Скажите, пожалуйста, поднимите, ребята, руки, кто понял, в чем у вас может быть. А еще мы в этой работе сделали вывод, что у некоторых заданий есть несколько вариантов. Это тоже. На последнем этапе учитель собирает работы и проверяет объективность самооценивания. Подводя итог сказанного, можно сделать вывод. Что данные приемы оценивания помогают увидеть учителю и учащимся, на каком этапе обучения они сейчас находятся, получить обратную связь от одноклассников и учителя. Эти приемы универсальны и эффективны на любом этапе урока.